МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Массовые отпуска усталости от антиковидных мер. Специалист Барановического зонального центра гигиены и эпидемиологии рассказал, чем третья волна пандемии отличается от двух предыдущих. 20 июля Барановический государственный университет распахнул свои двери для абитуриентов. В честь 150-летнего юбилея Барановичей железнодорожники подарили городу несколько интересных подарков. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Вести Барановичи». В Беларуси предлагается закрепить в Конституции, что один человек может быть президентом не более двух сроков. Об этом заявил сегодня председатель Конституционной комиссии, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич. Кроме того, в Беларуси планируется повысить до 40 лет возрастной ценз для избрания на пост президента. Постоянное проживание в Республике Беларусь не менее 20 лет непосредственно перед выборами. Ценз гражданства, а не иметь гражданства иностранного государства. На данный момент лидером страны может быть избран гражданин Республики Беларусь по рождению не моложе 35 лет, обладающий избирательным правом и постоянно проживающий в Беларуси не менее 10 лет непосредственно перед выборами. Сегодня прошло 9 заседание Конституционной комиссии. На нем подведены итоги работы Конституционной комиссии по разработке предложений по изменению основного закона государства. Массовая отпуска усталость от антиковидных мер. Специалист Барановичского зонального центра гигиены и эпидемиологии рассказал, чем третья волна пандемии отличается от двух предыдущих. Тема профилактики коронавирусной инфекции не сходит с экранов телевизоров и со страниц газет. И это не случайно, ведь в мире началась третья волна пандемии. Распространяется мутированный вариант вирус Дельта, начавший свой путь в Индии. Он отличается высокой вирулентностью, то есть высокой способностью заражать людей и низкой инфицирующей дозой. Это значит, что заразиться можно даже при мимолетном контакте в общественном транспорте, в магазине и даже при пребывании на открытом воздухе, на автобусной остановке или в очереди в банкомат. Клинические проявления более тяжелые, чем те, что отмечались в первую и вторую волну. Между тем, некоторое снижение заболеваемости в нашем регионе, наблюдавшееся весной и в начале лета, создало у значительной части населения иллюзию наступившего эпидемиологического благополучия. Особенно отчетливо это проявляется при поездках в общественном транспорте. Маски используют в лучшем случае 30% пассажиров. Социальное дистанцирование также часто не соблюдается. Конечно, в жару тяжело находиться в маске продолжительное время, но еще тяжелее выходить из тяжелого состояния после ковида. А этот период может длиться более года, особенно это касается лиц, отягощенных хроническими заболеваниями. Наметившийся рост заболеваемости ковидом в летний период, когда школьники на каникулах, а пенсионеры на дачных участках, это грозное предупреждение о грядущем мощном подъеме, ожидаемом осенью. Самой эффективной профилактической мерой является вакцинация. Сейчас наиболее благоприятный период для начала иммунизации. Эффективность препарата «Спутник ВИИ» по предотвращению заболевания составляет 92%, а по исключению тяжелых форм и летальных исходов – 100%. В отношении мутантного дельта-варианта вируса вакцина также эффективна. Прививаться могут лица в возрасте 18 лет и старше. Вакцина не содержит живой вирус, поэтому заразиться ковидом от введенного препарата невозможно. Прогнозный иммунитет составляет от года до двух лет. Вакцинация формирует индивидуальную защиту привитого человека, предупреждая возникновение заболевания, тяжелое течение и неблагоприятный исход. Однако не исключено в отдельных случаях бессимптомное течение, а именно эти формы способствуют распространению инфекции среди населения. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы до окончания пандемии все, кто пройдет вакцинацию, продолжали соблюдать и другие меры профилактики, непосредственно влияющие на вероятность заражения, такие как масочный режим, гигиена рук и социальное дистанцирование. В связи с принятием постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации номер 17 внесены изменения в правила въезда иностранных граждан на территорию России. Граждане государств, члены Евразийского экономического союза и Республики Таджикистан с 10 июля 2021 года, граждане Азербайджанской республики, Республики Молдова и Республики Узбекистан, Туркменистана с 1 сентября 2021 года, при пересечении государственной границы с Российской Федерацией, подтверждают наличие отрицательного результата лабораторного исследования материала, отобранного не ранее, чем за три календарных дня, до прибытия на территорию Российской Федерации на COVID-19 методом ПЦР с использованием мобильного приложения «Путешествие без COVID». Людей приглашают на укол в поликлиники, мобильные бригады выезжают в организации и на предприятия. За сутки в Беларуси зарегистрированы 975 пациентов с COVID-19, выписаны 1030. Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 436 595 человек с положительным тестом на коронавирус, выздоровели 430 287 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3 355 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки выполнено 19 559 тестов, а всего в стране проведено 7 134 095 тестов. 20 июля Барановичский государственный университет распахнул свои двери для абитуриентов. В этом году в Баргу применяется электронная регистрация абитуриентов. Для подачи электронного заявления необходимо зарегистрироваться. На электронную почту, указанную при регистрации, будет направлено письмо с указанием даты и времени прибытия в приемную комиссию для подачи документов. Если абитуриент не сможет явиться в указанное время, он может обратиться в приемную комиссию в часы ее работы и будет принят в порядке с живой очереди. 20 июля в Беларуси стартовала вступительная кампания в вузы страны. Волнуются все – и будущие студенты, и родители, которые приехали поддержать своих детей в ответственный момент. Подать документы на бюджетную форму обучения абитуриенты могут с 20 по 26 июля включительно, на платную форму обучения с 20 июля по 9 августа включительно. Внутренние экзамены в вузах пройдут с 27 июля по 4 августа. Зачисление на бюджет завершится 5 августа, на платное обучение – 11 августа. Университеты Брестской области этим летом планируют принять на первый курс 4196 человек. Барановичский государственный университет планирует зачислить на первый курс 882 человека, в том числе 511 на бюджет. Без новшеств не обошлось. В первую очередь это появление электронной очереди на сайте вуза по ссылке абитуриенту для подачи документов. Будущий студент может дома заполнить бланк и выбрать удобное для него день и время для подачи документов. И это еще не все новости. В этом году на специальности сельскохозяйственного профиля, так называемого агропромышленного, по специальности техническое обслуживание сельскохозяйственного производства на два дня будут больше приниматься документы, чем по сравнению с остальными специальностями. Кроме того, в этом году мы возобновили прием документов на специальность экономика на предприятии. Также мы по заводственным формам обучения будем принимать документы по специальности маркетинга. В Барго обучение ведется по 26 направлениям. Вуз ждет студентов на инженерный, лингвистический, а также факультеты педагогики и психологии, экономики и права. Высшее образование получают около 4 тысяч человек. Вот уже третий год, как мы будем обучать наших студентов китайскому языку. Надо отметить и сказать спасибо китайской стороне, что они заинтересованы в укреплении, расширении материальной базы, дают определенные материальные средства. Уже в нас работают сейчас три непосредственных гражданина Китая, которые преподают нашим студентам и методику, и знания, и правильное произношение китайского языка. Думаю, что это направление будет и дальше расширяться, потому что у нас на базе седьмой школы тоже работают курсы по изучению китайского языка для детей-школьников со всех школ города. Актуальную информацию о ходе приемной кампании можно получать на сайте вуза в разделе «Абитуриент». Информация о количестве поданных заявлений на бюджетные платные места будет обновляться трижды в день – в 12, 15 и 18 часов. Приемная комиссия будет работать до 11 августа – с 9 до 18 часов. Студентам первого курса всем мы предоставляем кое-какое место в общежитии. Это, конечно, все-таки имеет весомую значимость для родителей, потому что проживание в городе тоже несет определенные дополнительные материальные затраты. Что касается постарших курсов, то, пожалуйста, они должны зарабатывать и учебой, и активным поведением, и в художественной самодеятельности, и в спорте, а также заниматься научно-исследовательской работой. К сведению, пока что в лидерах современные иностранные языки – 10 желающих и технология машиностроения – 6. В связи с выполнением работ по ремонту пути на железнодорожном переезде на улице Кирова 28, 29 и 30 июля с 8 утра до 6 вечера будет закрыто движение транспортных средств через переезд. «Шестерка» будет следовать до остановки ЖБК со стороны центра города. Со стороны БПХО в указанный период движения по маршруту номер 6 осуществляться не будет. 10 и 32 автобусы на время проведения ремонта курсировать не будут. Автобусы междугородного сообщения маршруты Барановичи-Кареличи, Барановичи-Новогрудок, Барановичи-Сморгонь на время объезда будут следовать по улицам Ленина, Бресской, Промышленной. В чисто 50-летнего юбилея Барановичей железнодорожники подарили городу несколько интересных подарков. Так, с правой стороны от центрального входа в здание вокзала Барановичи-Полески работники стальной магистрали установили цифры 1871, указывающие на дату образования Барановичи, а сейчас дополнили композицию. С левой стороны от входа появилось новое украшение. Барановичи-Молодой город, ему 150 лет. Есть несколько версий происхождения названия. Самое необычное из них гласит, что давным-давно армия татар пришла на территорию современной Белоруссии и разбила лагерь, чтобы выдвинуться маршем на Слуцк. Татары молились барану, покрашенному в золотой цвет. Защитники Слуцка решили деморализовать врага и отправили к ним лазутчиков, которые выкрали золотого барашка и съели по дороге домой. На месте трапезы вскоре основали деревню Столовичи, а место, откуда выкрали барашка, назвали барановичами. Но на гербе барановичей изображен вовсе не барашек, а паровоз, который в 1871 году открыл движение по Московско-Брестской железной дороге, а под ним шестеренка, которая символизирует промышленное развитие города. Со временем здесь возник крупный транспортный узел, соединивший шесть железнодорожных направлений. В честь юбилея железнодорожники решили подарить городу несколько интересных подарков. Так, с правой стороны центрального входа в здание вокзала Барановичи-Полески, работники стальной магистрали установили цифры 1871, указывающие на дату образования барановичей. А сейчас дополнили композицию. С левой стороны от входа появилось признание в любви родному городу. Новое украшение стало отличной фотозоной. Здесь делают красивые снимки горожане и гости города. В соцсетях уже появляются фотографии, сделанные на фоне трогательной композиции «Я люблю барановичи». Горожане и гости отмечают место, где сделан снимок, чтобы еще больше людей могли признаться городу в любви. В Брестской области появился первый экипаж-тысячник на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур. Передовики жатвы трудятся в ОАО Савушкино-Пуща Каменецкого района. Семейный экипаж Андрея Кунца и его дочери Виктории на компанию «Нью Холланд» намолотил более тысячи тонн зерна. С этим достижением 20 июля их поздравил заместитель премьер-министра Александр Суботин. Он поблагодарил сельчан за труд, пожелал им здоровья и терпения. Председатель Брестского облсполкома Юрий Шулейко вручил им грамоту и денежные премии. Этой информацией мы завершаем сегодняшний выпуск. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова